Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий 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 Но все прекрасно знают, что такими действиями я не занимался. И, следовательно, поняв, что по этой статье меня просто будет абсурдно привлекать, то есть не получится, они ее переквалифицировали на 405 экстремизм. И основанием для этого служат, так скажем, лайки каких-то комментариев оппозиционно настроенных лиц, либо лайки политических деятелей, которые находятся в конспортации с действующей властью. Опять-таки, получается, обвинение высасывается из пальцев. Я объясню просто, для чего это делается. Это делается для того, чтобы, когда, допустим, европейские депутаты, сразу скажу, что когда я находился в Астане, я познакомился с евродепутатом, и она, как бы, задает вопросы на данный момент уже, она задает вопросы только, почему преследуется блогер в Казахстане. И, естественно, нашей власти необходимо дать ответ, по какой причине идет преследование блогера. И их аргументом будет то, что я являюсь членом экстремистской организации. То есть, они не будут раскрывать суть вот этого суда незаконного, который меня ожидает, да? Вот этого экспертизы, которая абсолютно просто смешная. Я, честно, не читал там вот такой объем информации, но при этом, ну, просто какой-то бред, понимаете? То есть, накидали туда комментариев людей, накидали там посты разных людей, которые я лайкал. И за это, получается, меня признают участникам и плюс еще и пропагандирующим человекам именно идеи экстремистской организации. Кстати, эту организацию я, на самом деле, не считаю экстремистской. Она абсолютно не экстремистская. По-моему, опять-таки, здесь мы приходим к абсурдности всей нашей судебной системы. Да и вообще всей политической системы, так скажем. И сейчас я вот хотел бы... Ну, вот я вам как бы донес, да, то, что именно 405-я, которая вешает на меня, она делается по двум причинам. Первая – это закрыть мне рот. И тем самым закрыть рот не только мне, да? А закрыть рот всему Казахстану. Я, конечно, не беру за себя, да, представлять весь Казахстан. Но я все-таки частичка какой-то свободы слова в этой стране на данный момент. И когда меня закроют, мой блог, так сказать, то просто часть общества, которая, именно моя аудитория, она лишится некой информации. Именно не противоречащей законодательству. Поэтому, во-первых, я прошу общества поддержки, так как нам необходимо отстаивать свои права, нам необходимо бороться за свободу слова в этой стране. Если мы будем пускать это на самотек, да, то есть будем мириться с тем, что блогеров, журналистов, преследуют там, открывают на них различные статьи уголовные, то мы придем к тому, что скатимся до уровня Туркменистана, Северной Кореи, либо там, ну, по уровню экономического развития, конечно, мы уже там на уровне странах. Но именно по свободе слова, все-таки мы на данный момент, ну, как бы, регрессируем, да, идем вниз. Это первый пункт. И второй пункт, это, конечно, вот то, что для Запада у них будет отговорка, что я стремюсь, поэтому мы его закрыли. Теперь я хочу передать слово моему адвокату, Галуму Марклисову, вообще, чтобы вы юридически, да, обосновали, правильно ли идут действия сотрудников полиции. Большое вам слово. Спасибо. Добрый день всем. Добрый день всем. Вот Азамат ко мне приехал, мы переговорили. И, получив от него информацию, так как в моей практике уже было 5 уголовных дел, связанных с обвинением в участии в движении, в честнополитическом движении ДВК, у меня уже имеется такая схема этого дела. Я вам скажу, что будет строиться все обвинение только на этой экспертизе. Экспертиза, на любом случае, здесь будет заказана. Я даже знаю, в каком формате она будет подготовлена. Но по уголовному делу я могу предоставить информацию только тогда, когда будет постановление об окончании уголовного дела и ознакомление. Я думаю, мы потом, чуть позже, именно по материалам дела это все озвучим. Теперь относительно переквалификаций, вот как сейчас Азамат донес до вас. Я сразу скажу, что здесь грубейшее нарушение уголовно-процентрального кодекса, ибо у нас на сегодняшний день действует новый уголовно-процентральный кодекс, принятый в 2014 году, который влазит, у нас это заявление регистрируется. ЕСДР, если не находят состава, то уголовное дело прекращают. Здесь же идет по старинке. Не смогли найти первый состав, делают переквалификацию в нарушении требований уголовно-процентрального кодекса и вменяют уже другой состав преступления. Теперь относительно самого вот этого обвинения. Я сколько всегда говорил, для меня эта абсурдность заключается в чем? В 405 статье у нас говорится участие в деятельности запрещенной организации или объединения. Организации или объединения это юридические лица, у которых имеется юридический адрес, у которых имеется структура. В данный момент, когда запрещали движение, движение это убеждение людей с определенными мнениями. Как можно запретить движение, как можно запретить убеждение? Вот абсурдность, вторая часть, абсурдность именно заключается как раз в этом. Если не можете конкурировать в рамках политической состязательности, в рамках политической воли, то запрещать человеку думать и привлекать его за это, человека привлекать за это, думать за то, что у него есть какая-то жизненная позиция, я считаю это грубейшим нарушением прав человека, ибо в 5 статье конституции в каких обстоятельствах не может быть человек привлечен к уголовной ответственности или ущемленного права, если это касается его политического убеждения. То есть в данной ситуации, я скажу, из своей практики у меня было 5 уголовных дел по защите, непосредственно их обвиняли в участии в общественно-политическом движении ДВК. Вот таких уголовных дел. Итог в любом случае мы знаем. Почему? Потому что здесь не будет искать или обозревать объективный состав преступления. То есть место, время, способ совершения. Здесь вот, как я сказал, лайкнули или комментарии дали, это уже считается виновностью. Извините, пожалуйста, тогда что, мы сейчас скатываемся в категорию рабов, когда мы должны молчать. Я в этой части стараюсь, как адвокат, держать нейтралитет. Почему? Потому что мне африори, как адвокату, нельзя уходить именно к политическим каким-то воззрениям. Я должен выполнять свою работу по защите права человека. Право человека на его убеждение. Вот в данный момент мы исследуем, но уже первоначально здесь я сразу могу сказать, что право на свободу слова, что такое свобода слова, это получать и распространять незапрещенную законодательную информацию. Каким образом, запрещенным способом информацию собирал у нас Азамат. Этого у нас не доказано. И самое главное, у нас самая большая проблема в нашей Конституции. Если у нас отсутствует цензура, у нас цензура запрещена, то почему у нас тогда запрещают свободу его выражения, свободу выражения слова? Это получается половинчатость. Я могу получить информацию только ту дозиру, на которую мне положено. А выразить я и не могу. И вот получается, если у человека запрещают выражение в виде пикета либо митинга, это его выражение, то здесь относительно Азамата запрещают ему быть в обществе полноценным гражданином, только за то, что он выразил свое выражение текстом, а кто-то взял или лайкнул, или вот как Азамат, кого-то взял лайкнул. Извините, пожалуйста. Это мы куда прикатились, мы куда пришли. И еще раз я говорю, запрещать общественно-политическое движение, я не могу сейчас оспаривать решение Есильского суда, но логически мы должны понимать, запрещать движение это равносильно тому, что запрещать думать. Вот в данной ситуации у меня пока такое отношение, такая позиция. Азамата, вы сейчас в каком статусе находитесь? Я сейчас в статусе подозреваем. Я сейчас находитесь в статусе подозреваем. Я хочу обратиться в бюро, да, я не знаю, здесь азатыка нету, да? То есть те, кто обещает на зарубежные сни, так скажем. Прошу бюро дать какой-то отчет, именно потому что в Казахстане блогеры судят за экстремистом, чтобы эта информация ушла за границы Казахстана. Это, ну, именно цель сегодняшнего собрания для меня лично, это именно вот этот пункт в первом начале. Ну, как бы, все. Есть вопросы у кого-то, нет? Вам не кажется, Азамат, что все информационное поле подконтрольно властям, да? И вы один из них, который вы независимый. независимый. Поэтому вас сейчас пытаются либо выпить в поле, либо взять подконтроль. Ну, так и получается, да. К сожалению, у нас сейчас есть в стране якобы независимые снили, вот те же самые. Азастэ там или в настоящее время я хотел бы вообще, чтобы они были здесь, чтобы задать им несколько вопросов про их деятельность. То есть они сейчас финансируются, я так понимаю, в Соединенные Штаты Америки, да? Но при этом, наблюдая за их публикацией, мы видим, что они все-таки немножко искажают информацию. То есть именно за рубеж они подают неполную информацию не ту ситуацию, которая происходит в Казахстане. Чуть-чуть их бы смягчает, я так скажу. А следовательно, они идут на поводу, знаете, у режима. Не показывая все то, что на самом деле творится здесь в стране. Ну, какое количество у вас подписчиков на YouTube-канале, какое количество у вас подписчиков на Facebook-е, это первый вопрос. Второе, о чем вы пишете? Основные тематики перечислить? Ну, у меня на... Я начинал вообще с Facebook-а. Вот сейчас на Facebook-е 5000 друзей и 1700 подписчиков. То есть, так и надо. Но на YouTube-е у меня более 65 тысяч подписчиков сейчас. И, ну, я так по статистике просмотров смотрю, что довольно популярный канал у меня. То есть за сутки я спокойно могу набрать 50 тысяч просмотров, там, даже больше. О чем пишу? То есть, ну, я беру интервью, допустим, оппозиционные деятели, буквально там, позавчера уже сорвал Паншайна взял, то есть, освещал два раза судебный процесс Мухтара Татьяшева. То есть, тоже, думаю, вы все видели. Публикую материалы, связанные с нарушением прав граждан, которые выходят на нервные митинги, либо выходят на одиночные пикеты и подвергаются преследования, подвергаются арестам незаконным со стороны полиции. Публикую материалы по слежке, как сотрудники полиции приходят домой, следят, так скажем, выкуривают наших гражданских активистов. Немножко анализирую именно политическую ситуацию в стране со своей колокольной. Я не могу сказать, что я на 100% прав вам, я просто высказываю свое мнение, я всегда от этого говорю, что это лично мое мнение. Люди должны получать информацию из разных источников и анализировать ее сами. Они не должны ее просто впитывать молча, они должны ее получать, анализировать и оставлять для себя то, что считают нужным, то, что считают действительно правдой и правильной. И вот я часть этой информации просто перебреку. Я неоднократно говорил, что я не состою ни в каких абсолютно организациях, ни в ДВК, ни в ДПК, ни еще в каком-либо движении, ни в кочей парке я не состою. Я наблюдаю со стороны. Ну, как бы, моя позиция абсолютно независимая. Я ответил данный вопрос. Спасибо. В 174-й, когда обвиняли вас, это было что? Какое-то официальное решение, заявление, или что это было? И второе, вы можете эти тексты, на которые ссылались, что привлекают вас в 174-й статье, опубликовать или предоставить, чтобы мы могли посмотреть, и если они сами отказались, то первоначально почему они вообще возбуждали эти тексты? Так, опубликовать именно дело по 174-й, в общем, у меня на руках сейчас имеются постановления о личном обыске и о обыске дома, где указано, что возбуждено уголовное дело по 174-й, возбуждение социальной сословной розни, и в социальной сети обнаружен человек по Екену Позамак, у которого имеются признаки, именно нарушение данной статьи. То есть эти постановления у меня копии на руках есть. А вот именно копии постановления о переквалификации на 405-й уже вот этого мне ничего на руки не дали. То есть это все я в этих постановлениях подписался, что я ознакомлю, но при этом копии я не получил, не обжаловать ничего я не могу. А тексты есть, по которым что вы такое написали? За что они привлекаются? Почему за саму? Этого нет, там указано так, что Байкенов-Азанат публикует материалы оппозиционно настроенных граждан, а также высказывает свои умозаключения. И есть признаки возбуждения социальной социальной родственной. Вот там вот такая текстовка. Эти пункты мы вообще обсуждали еще в 10-ти фирс Айману Марваль, там она проговаривает именно по этим пунктам, что там опять-таки идет абсурдность по привлечению по 74-й статье. Там был полный абсурд. Теперь они залайкили и перепрыгают на 405-й опубликовать эти постановления я могу. Ну то есть они так и не показали вам. Конкретно за что мне это не показали. Там написано просто умозаключение за мои умозаключения. Послушаю. Андрей Мухович, вы рассказывали, повторите пожалуйста еще раз для нас, вы рассказывали, что когда вам дали ознакомиться с уголовным делом в департаменте полиции или там силовики, вам дали скриншоты всех ваших переписок внутренних мессенджер, фейсбук. То есть это говорит о том, что все мессенджеры у нас просматриваются, прослеживаются. Получается так? Я из своего опыта скажу, что на данный момент ватсап и мессенджер не являются безопасными с вами передачи. Это из моего опыта. Что касается того, что они влезли в мои переписки, были вынесены постановления о выемке информации из моего телефона. И там указано, что они через мою сим-карту не заблокировали мою сим-карту, через нее восстановили логин, пароль, зашли с другого телефона, восстановили фейсбук, мессенджер, ютуб, и просматривали абсолютно все мои переписки личные и не личные. И вот именно на некоторые переписки они указали якобы это идет сговор между активистами, экстремистами, так сказать. Хотя ни одной переписки, у меня нет переписки, даже есть слово ДВК или еще что-то, там было обсуждение допустим с некоторыми активистами движения Кучер, партия САДА, было общение о том, как увеличить число гражданских активистов, то есть именно гражданских, именно тех, кто активно, кто высказывает свое мнение, выходит на пикеты и так далее. Вот этот вопрос обсуждался, но они этот скрин получаются в экспертизе указана якобы эта переписка по увеличению численности экстремистской организации, темноте, когда вам экспертизу кто вам делал? Экспертизу делали в Астане, в Национальном Центре Экспертизы истерической ситуации. Ну, что-то такое там, пытались это независимо это государство у нас, я так понимаю, в Казахстане абсолютно ничего независимого нет, и все, что где-то какое-то что-то независимое начинает прорастать, они его рубят на корню. Ну, к счастью, мне удалось маневрировать в этом информационном поле так, чтобы меня не купировали вначале. То есть, они немножко этот момент упустили, и здесь я поставил двойку политологам, политтехнологам, так скажем, перенбэшным агентам, которые занимаются этим, они реально именно меня упустили. То есть, мне удалось немножко набрать аудиторию, так скажем. И сейчас я борюсь, понимаете, я не в кости вор. Скажите, пожалуйста. Я хотел узнать, что может, извините, ты коротко ознакомил бы себя, например, слушателями о себе, где родился, учился, и вообще как ты пришел, сейчас ты активный блогер политический, тем более, политическом направлении. я не понял, просто. Да. Ну, я родился в Северной Краснодарской области, Казалжарский район, к политике пришел, то есть, интересоваться политикой я начал после 2011 года, после Жанна Узиана. Вот тогда у меня открылись глаза, я понял, в какой стране он живет, и как бы начал наблюдать абсолютно за всеми оппозиционными деятелями, за новостями, и так далее. И вот только в 2019 году я начал свою публичную деятельность. только сейчас получается я начал действовать. Потому что уже вижу, что нужно что-то делать, хотя бы как-то будить Казахстан. Скажите, пожалуйста, по данному возбужденному уголовному делу проводились ли какие-либо экспертизы? Были ли вы с ними ознакомлены, если да? Ну вот последняя, была единственная экспертиза, именно проведенная в Астане, да, экспертного центра государственного. там было три вопроса. Первое, занимаюсь ли я возбуждением социально-сословно-расовой, религиозной, национальной розни? Второе, являюсь ли я участником экстремистской организации? третий вопроса. И третье, являюсь ли я занимаюсь ли я какими-либо призывами? И четвертое, занимаюсь ли я пропагандой? Я вот ознакомился с этой экспертизой, то есть я расписался, что ознакомлены. Ну и там в этой экспертизе указано, что на трудении социально-сословной розни я не занимаюсь, я являюсь участником экстремистской организации, занимаюсь пропагандой ее идти. Все эти пункты. А какой экстремистская организация идет речь по согласному заключению? А ДВК? А, ДВК? Конечно. Все мы знаем, что если кому-то нужно закрыть рот в этой стране, то его связывают с ДВК. Вопрос к адвокату. Сейчас, раз переквалифицировали дело, надо будет проводить новую экспертизу или нет? Или они ограничатся той? Здесь даже если мы сейчас закажем эту экспертизу, ее не берем во внимание. Почему? Потому что это уже по практике я это знаю. Во-вторых, А по закону должны? Да, по закону должны. Во-вторых, сама эта экспертиза именно по 405 участию или как. Вот у меня было 5 уголовных дел. В 5 уголовных дел идентична экспертиза. Там идет какая-либо фраза одна, вырвана из контекста. Вырвана из контекста. Далее идут слова выражения Мухтар Кабулыча Облязова вкладываются. Потом делается вопрос где-то Облязова где-то 4 или 5 фраз. Одна фраза будет именно подсудимого. и будет ставить вопрос имеется ли здесь тематическая связь к политике пропагандируемой по данным по политике и здесь скажут в каком формате оно здесь у нас преподносится. Все. Вот здесь тематическая связь имеется в формате таком-то преподносится. Потому что я говорю 5 уголовных дел 5 экспертиз и все они сделаны как подкопилку. По этой статье два вопроса. По этой статье какое максимальное наказание предусмотрено? И второй вопрос есть ли у вас на изживении дети несовершеннолетние? Сколько? Ну относительно наказания данная статья о преступлении небольшой тяжести начинается от штрафа кончая максимальный срок до 2 лет лишения свободы. В этом промежутке у нас здесь есть общественные работы оконавительные работы ограничения свободы ну и соответственно по практике здесь делают год ограничения свободы. Сейчас он на крое детей прибыль все не слышно дело ведет полиция или ДНБ? Я могу озвучить раминь или я могу ответить у нас лет 10 назад из состава комитета нас безопасности начали выделять отдел который занимается расследованием по возбуждению социальной розни было переведено в состав департAMента полиции в департамент полиции формировался этот отдел я сразу скажу что он работает параллельно с комитетом основной безопасности и потому что оперативники исследователи когда прихожу что в департамент полиции что в Комитет на самобезопасность. По этим статьям я всегда вижу одних и тех же лиц. Фамилию назвать не буду, но суть заключается в том, что Комитет на самобезопасность передал официальное расследование Департаменту полиции, хотя ведут они сами. Еще вопрос. Да, у меня вопрос, Азамат. Скажите, пожалуйста, а ранее вас вообще приглашали сотрудники правоохранительных органов по поводу предупреждения ваших высказываний и так далее? Потому что само по себе возбуждение уголовного дела должно вытекать из... Скажем, просто так не бывает. То есть беседа проводилась? Паркологические беседы проводились со мной с 2018 года. С 2018 года? Да. Я здесь просто хочу немножко добавить. Для меня, как я юриста, немножко непонятно, смысл, вот это превентивный смысл профилактической беседы. Здесь у нас граждане сознательные. И попытка провести профилактическую беседу, это как будто нравоучение. То есть государство вмешивается в мозги человека. Я считаю, это превышением власти со стороны государства. Можно рассчитывать как запугивание? Можно будет это сказать, что это одна из форм ограничения свободы выражения. Да. Я просто немножко скажу по поводу вот этих профилактических бесед. Что было? Где-то примерно каждые две недели ко мне приезжали два человека. Один это представитель прокуратуры района. И второй это человек, который не представлялся, не показал двух мер. И то есть у них со мной было беседование. Почему тебе не нравится ситуация в Казахстане? Почему ты в это лезешь? Почему ты этим интересуешься? И потом, выясняя мою позицию, так скажем, были такие предложения. Давай создадим, ты создашь там общественное объединение. Ты возьмешь ситуацию в свои руки, начнешь действительно в правом поле как-то двигаться. Там улучшишь ситуацию в своем селе. То есть они уводили меня на решение каких-то мелких задач, понимаете? Которые, ну допустим, да, я добьюсь улучшения ситуации в моем селе. А что будет в моем городе? А что будет в той же Алматинской области или там в Атараусу? Понимаете? То есть они уводят от решения вот этих вот, так сказать, фундаментальных проблем Казахстана вводят в решение уже последствий от неправильной политики, которая абсолютно ничем не приведет. И они вот пытались меня, как бы, мы тебе дадим поддержку и так далее. Ну и я, естественно, отказался по другим предложениям. Ну, все, наверное, просто. Да, наверное, еще два вопроса. Да, он, сколько человек на данный момент осуждено по 45-й статье? По вашей информации в Казахстане было? Ну, я такую статистику не веду, но лично у меня, которых я ввел, это пять человек. Пять человек – это Талтыкурган, это Каскелент, это город Алмата. Сколько по Казахстану на этой информации нет? Так, где-то 15-20. Можно я тоже чуть-чуть скажу. Уважаемые граждане Казахстана, те, кто привлекаются сейчас по политической стадии, да, именно по 405-й за участие в экстремистской организации, я прошу каждого из вас поднимать этот вопрос, обращаться. Например, в Фейсбуке есть группа, именно правозащитная, которая публикует материалы, дает поддержку хотя бы информационную, хотя бы моральную, да. Но при возможности, конечно, также люди помогают и финансово, находят адвокатов. То есть, если вас привлекают по 405-й за участие в ДВК, не нужно сидеть, просто молча это принимать. Поднимайте шум, всегда поднимайте информационный шум. То есть, хотя бы вы получите минимум, это моральную поддержку, она действительно нужна. И вы говорите, там, 15-20 человек, да, ну, допустим, это те, о ком мы знаем. Но есть, у нас Казахстан большой, есть в некоторых районных центрах, в селах, какие дела они идут, мы на самом деле статистику точно не знаем. Потому что люди запугивают людей, и все, осудили, что там ограничение свободы дали, и все, он сидит, больше не высовывается. Поэтому... К нам в группу «Защитник Казахстана» в Фейсбуке часто против тех людей, против которых ведутся уголовные дела, особенно в 405-й стихе, компромат сбрасываются в попытке, чтобы это все было опубликовано. Ну, они, конечно, в Фейсбуке это выставляют у себя на страницах фейковых. Но вот это показатель того, что вы чего-то достигли, это показатель того, что вы правы, это показатель того, что вы честный человек, который, как вы считаете, вот этот компромат, который мы, например, не пропускаем как админат, но вы хотели ваше мнение, потому что обменения там ваши адресы, это тоже негативная информация. И вот, что вы скажете? Я скажу, что, во-первых, их задача максимально... Ну, то есть, во-первых, я скажу так, что они уже опоздают на самом деле. То, что я запустил сейчас, они не смогут каким-то образом затормозить. Если бы они скидывали там какие-то лживые посты в начале мои гейпинес, тогда да, но сейчас, во-вторых, это уже не остановило. Это раз. Во-вторых, абсолютно на любого человека, если вы чего-либо достигнете, да, именно в медийной сфере, да, именно если вы будете противоборствовать системе, эта система начнет защищаться любыми способами. То есть, она будет не только ударить вас там судебно, да, там, полиции и так далее, она также будет вас давить морально. Помимо того, что вы говорите там о различном компромате, да, ну, во-первых, я скажу, что это все ложь. Это однозначно, я бы там не раз, ну, перечитывал, да, то, что написано, и мы просто все там сродни, читаем и смеемся, да, на дыре. Помимо этого, я получаю всевозможные угрозы там в Телеграме, да, с различных фейковых аккаунтов. Просто прям голосовые проходят там. Мы тебя там порежем, там, то-все, постоянно, да. И как только я, ну, допустим, было такое, да, что я получил, прослушал, и после этого сразу вся переписка удаляется. Я даже не успевал ни заскринить, ни сохранить это, да. На самом деле, вначале это меня, как бы, морально било. Вот такие вот угрозы, там всякие комментарии страшные, да. Но сейчас я понял, что это их тактика. Они пытаются, помимо того, чтобы задавить тебя в правовом поле, они еще пытаются тебя задавить морально. И поэтому также людям, я хочу сказать, что никогда не обращайте внимания, да, если вас травят, как по морали, да, так и по правовому полю. То есть всегда держитесь. Это их тактика, это их позиция. И она только показывает, да, какое лицо, да, лицо нашего режима. То есть в какой стране мы живем. Мы должны все это понимать. Ну, я ответил на нашу вопрос. Я здесь еще хочу вкратце сказать буквально, пару минут, возьму ваше внимание. Смотрите, 405-я статья, раз она запускается, но в любом случае дойдет до своего логического конца, будет получен приговор. Это однозначно. Это почему, потому что воля политики, воля власти. Это во-первых. Во-вторых, самая большая проблема у этой статьи, это ее правовые последствия после получения приговора. Согласно 14 статье закона о противодействии экстремизма, здесь не допускаются финансовые операции лица, которые осуждены за экстремизм. Что это значит? Это значит, человек не может делать нотариальные действия, человек не может совершать сделки, человек не может открыть счет в банке, человек не может устроиться на работу официально. Соответственно, здесь идет поражение определенных гражданских прав уже после приговора. Тем самым человека начинают толкать на противоправные действия. Ему нужно как-то заработать. Вот здесь у этой статьи, вот на сегодняшний день мы сталкиваемся, вот Джалкерова, Узипа, и Шепчук, Оксана, и Казиев, и Эфиркен, я просто так кратко говорю, у них на сегодняшний день просто элементарные проблемы по своей жизни в социальном обществе. Элементарные вещи. Немало же сейчас, например, Жазиров и Джалкерова подали в суд по истребованию ипотеки, то есть этого кредита, она не может выдать просто элементарную доверенность. Вот здесь провести работу по оплате банку, она не может потому что счета заблокированы. То есть в данной ситуации здесь еще нужно смотреть по будущему, какие правовые последствия. То есть здесь у нас, если мы говорим, демократическое государство это реализация прав человека, а у нас, например, независимость государства это когда власть обеспечивает гражданскому обществу для реализации этих прав. Если у нас будут стоять такие законы, если мы не будем пересматривать в будущем человека, если человека осудили, все, ему дали какую-то меру наказания. Но дальше наказа там от двух до шести лет это ограничение идет. Это именно как разрушение нашего гражданского общества. Вот я еще хотел бы заострить внимание уже исходя из сегодняшней практики наших подзащитников, которые прошли этот путь от начала до конца до получения приговора. Большое спасибо, Ура Васильевич.